На площадке возле реабилитационно-здоровительного и досугого центра Смоленской АЭС горожане приняли участие в праздничной программе «Перрон Победы». В военной форме и одежде того времени радостные юноши и девушки танцевали под любимую смуглянку. А на сцене талантливые десногорцы и приглашенные артисты в своем представлении воссоздали целую эпоху. С большим задором житель Десногорска сотрудник Смоленской АЭС Андрей Моисеев исполнил известную песню «Пора в путь дорогу». Проявить свое видение праздника в рисунках предоставилась возможность юным десногорцам. Ребята цветными мелками разрисовали огромную площадь. Танки, самолеты, салют и незыблемая фраза «С Днем Победы» до сих пор украшают асфальт. Мастер-классы по сбору настоящего оружия особенно понравились молодежи. Поддержать в руках винтовку мог каждый желающий. Не остались горожане без спортивных соревнований. Веселые эстафеты ждали ребят на спортивной площадке реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Также дети могли пробежаться по канатной дорожке, проползти по канату и попробовать свои силы в других эстафетах. Скучать в этот день было некогда, ведь город отмечал «Великий День Победы». Вспоминали горожане и о своих погибших родственниках, отдавая им честь и поклон. У меня погиб прадедушка в 1944 году, 17 августа, под Варшавой. Дедушка, он был по званию сержант, командир башни танка Т-34. Мы продолжаем также его поиски, найти пока мы его не можем. Праздничные гуляния продолжались весь день. И каждый здесь мог найти развлечение по душе. Виолетта Ефименко, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.